Ну что, привет, мои дорогие! Меня зовут Карина Аркелян, и это влог. Сегодня я снимаю просто потрясающее видео, и да, наконец-то я могу обрадовать вас потрясающей новостью! Мы переезжаем! А кто мы и на какое время, сейчас я вам расскажу. Наконец-то, совсем недавно закончился ремонт нашего загородного дома, и сегодня, точнее завтра, сегодня я начинаю снимать это видео, я сниму нашу поездку. Наконец-то закончили ремонт кухни, туалетов, и мы можем спокойно жить на даче. В карантин это особенно круто. Я безумно счастлива, потому что, наконец-то, закончен ремонт. Правда, сам садовый участок и забор еще не доделан, даже не начали делать. И за нашим домом есть только фундамент от бани. Вы все ждали, когда я сниму это видео, поэтому сегодня вы увидите нашу семейную поездку на дачу. Я вам покажу наш ремонт, нашу с Полиной комнату. У меня просто потрясающее настроение, сегодня вечер первого дня. Я уже начинаю постепенно собирать вещи, но перед тем, как я вам все покажу, не забывайте подписываться на мой канал, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео еще не один раз, а также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать, тем более премьеры. Я желаю вам приятного просмотра, с учетом того, как вам понравился влог из Дубаев. Этот влог тоже обещает быть очень интересным, наконец-то. Мы переезжаем на неопределенный срок, и у нас достроился дом. Это самая офигенная новость за сегодня. Я с радостью начинаю этот влог. Поехали! Я уже положила в салатик куриную грудку, и хочу поподробнее рассказать о своем правильном питании. У нас просто гора вещей. Я могу считаться героем, что решила это все подснять. Мама в респираторе, Милка не понимает, что происходит. Собака готова путешествовать. Отправляемся. Ну что же, мы приехали. Уже вышли из машины. Спальня просто царская. Посмотрите. Как будто я к королю какому-то в гости приехала. Вот такая вот огромная двуспальная кровать. Как только уйдут строители, мы будем готовить ужин. Вот тут вот сидит Полинка, с которой мы только что снимали тиктоки. Если вы не подписаны на мой тикток, то обязательно подписывайтесь. Полинка, покажи. Да-да-да. Покажи, что мы снимали. Короче, веселые и крутые видео. Очень много всего. Наши никнеймы вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Кстати, совсем недавно мне привезли принтер. Я решила с ним разобраться уже после поездки на дачу. И все это вы сможете увидеть у меня в сторис, в моем инстаграме. Офигенский принтер, просто потрясный. А теперь немножечко о вещах. Вот тут вот лежит сумка, куда я буду складывать все мои футболки, кофты, нижнее белье. Все то, что мне нужно на дачу. Всякие уходовые средства. Вот тут у меня, естественно, срачельник на моем чудесном кресле. И лежат всякие... А где они? Куда? Полина! Полина жопой сидела... Полина жопой сидела на моих вещах. Спасибо, Полечка. В общем, тут худи, всякие кофточки, футболочки. Вот. Завтра утром мы уже уезжаем. Поэтому прямо сейчас я буду собирать вещи. Возможно, покажу некоторые продуктики, которые я беру с собой. Наш папа постоянно присутствует на ремонте нашего дома. Поэтому регулярно, каждое утро уезжая туда, он берет с собой те вещи, которые мы отдельно собираем. Получается, я уже пол шкафа вывалила тех вещей, которые я хочу носить на даче. Так что вещичек нам осталось взять совсем немного. Полинины вещи папа тоже отвез. Там уже вот-вот... У меня вообще больше половины шкафа. Да, вот-вот, короче, все достроят. Этот влог будет просто потрясный. Еще мы заедем за продуктами. Сейчас карантин, поэтому, скорее всего, мы с Полькой будем сидеть в машине. Родители быстро в респираторах забегут или распирают. Короче, я не знаю, как эти маски называются, простите меня. Так что вот такая вот у нас чудесная атмосфера. Сейчас уже вечер, поэтому совсем скоро мы будем готовиться ко сну. Немножечко пособираем вещи, поужинаем. Это я все, естественно, для вас сниму, так как это влог. А вы любите, когда я все показываю о своей жизни. Ставим лайки. Сейчас я немного подсоберу вещи и вернусь к вам. Перед тем, как я вместе с вами начну собирать косметику, которую я возьму на дачу, хочу похвастаться перед вами вот этой чудесной моей новой пижамкой, которая уже потрепанная жизнью и своей фигурой. Я уже начинаю постепенно худеть. Вот такая вот я красотка, у меня уменьшаются ляжки. Это очень круто. Вот, дальше я вам покажу мою косметику, которую я, соответственно, беру с собой. Сложила уже тональный крем, базовую палетку с моими любимыми оттенками от Наташи Деноны. Вот такая вот красота, немного тоже испачканная. Сейчас я буду чистить кисти, делаю я это все вот таким вот образом. Кому было интересно, чем я чищу свои кисти, точнее с помощью чего, вот такими вот спиртовыми специальными салфетками для чистки кистей. Офигенная, не реклама. Как почищу кисти, я вернусь к вам. Так, ну и все, мы упали. Я думаю... Бляха-муха. Такой блогер, конечно, из меня. Внимание, я Карина Аркелян, я не умею пользоваться фокусом. Ну что же, кисти я почистила, для этого мне понадобилась всего лишь одна вот эта спиртовая салфеточка. Видите, яркие цвета, я делала яркий макияж. Фотографию вы сейчас видите на своих экранах, получилось убого. Мне просто было скучно на этом чудесном карантине. Кисточки я уже сложила, мне они нужны все от и до. Возьму также те, которые очистить не нужно. Прям все кисти. Ну и косметичка собрана. Вот так вот я собрала косметичку, сложила все крема, что мне нужны. Всю-всю-всю мою косметику. Идем дальше. Я с собой возьму, наверное, мои любимые тканевые маски. Как видите, у меня тут небольшой беспорядок. Очень много тканевых масок, которые я прям вот ну очень обожаю. Всякие уходовые патчи для губ, бомбочки для ванн. Не знаю, правда, зачем они мне, потому что на даче ванны у нас не будет, только душевая. В общем, собираюсь. И хочу похвастаться перед вами мылом. Самодельным мылом, который... Которое мы с Полиной сделали. Я уверена, вы уже видели новое видео на моем канале, где мы с Полиной делаем мыло своими руками. На этот раз мы решили сделать вот такое вот. Виноградик, голубенькая белочка. Все очень приятно пахнет. И это мыло мы тоже будем брать с собой. На ужин у меня сегодня будет салатик. Вот такой вот прекраснейший. Вы все прекрасно знаете, что я правильно питаюсь. Морковка, болгарский перчик, огурец. Заправлено это все подсолнечным маслом. Помидорка и немного соли. Вот так вот аппетитно это все выглядит. А также куриная грудка. Самый главный ингредиент в этом блюде. Это мой ужин. Вот такой вот я ангелочек с прекрасной новой повязкой. Наклеила патчи, которые очень хорошо увлажняют область под глазами. И сейчас иду ужинать. Пожелайте мне приятного аппетита. Я уже положила в салатик куриную грудку. И хочу поподробнее рассказать о своем правильном питании. Я вообще состою в специальной беседе, где есть тренер и несколько девушек, которые тоже мечтают похудеть или привести в порядок свою фигуру, форму. И мы постоянно тренеру в эту беседу отправляем фотографии. Питаемся мы практически одинаково. Раньше, в первую неделю, мы ужинали только зелеными продуктами. Только все зеленого цвета. Естественно, диетическое. Так я сбросила где-то 3 килограмма. И сейчас мы просто питаемся правильно. Пьем по 2-2,5 литра воды в день. И я уверена, что таким образом у меня очень быстро слетит вес. И, естественно, присутствует мотивация. И тренер, который говорит, что можно есть, а что нельзя. Ну, а я кушаю. За окнами пошел сильнейший ливень. Я уже поужинала, сняла патчи, вскипятила чайник. И мы включили фильм под названием «Папе снова 17». Оставайтесь со мной, ну а я вернусь к вам уже утром. Потому что сейчас очень поздно, уже 10 часов. Соберу вещи до самого конца. И завтра будет просто чудесная поездка. Скоро увидимся. Точнее, уже сейчас. Всем доброе утро. Я очень опухшая. Можете в очередной раз не писать об этом в комментариях. Только что проснулась. Время 8 утра. Моя цель сейчас заправить вот эту чудесную кровать. Привести в порядок свое лицо. Закончить сборы вещей. Позавтракать. И мы, наконец-то, поедем на дачу. Настроение у меня просто потрясающее. Продолжение следует... Каждое утро я пью воду с лимоном. Мне недавно Инстакс подарили вот такую вот крутую кружечку. Куда нужно класть нарезанный лимон. Да и не только лимон, а все, что угодно. Все, что в голову взбредет. Наливать воду. Получается очень вкусная вода с лимоном. Сегодня на завтрак я решила сделать себе вот такую вот кашку. Детскую. В последнее время я очень часто питаюсь детским питанием. И это овсяная каша с грушей и бананом. Чтобы вы понимали, ребята, я на диете. И чем питается на завтрак моя семья? Посмотрите, какая красота. Они меня соблазняют. Милка тут ходит. Мила... Кто на дачу поедет? Кто поедет на дачу? Мила целыми днями не может понять, почему мы собираем вещи. Смотрит на маму и зовет ее уже куда-нибудь. Я сделала себе капучино на овсяном молоке. Вообще попробую капучино с подобным вкусом. Надеюсь, что мне понравится. Также показываю вам мой завтрак. Вот такой вот йогурт Активия. Кушаю его впервые. Надеюсь, что мне понравится. Каша, которую я сделала вместе с вами. Орешки, миндаль и курага. Вкусно, сытно, полезно. Сейчас я буду ставить премьеру к пятому видео из недели страшных историй. История очень интересная, поэтому если вы вообще не смотрели неделю страшных историй на моем канале, советую посмотреть. Получилось очень страшно и необычно. Кофе на овсяном молоке не такое уж и плохое, я вам скажу. Очень вкусно. Хочу похвастаться перед вами продуктами, которые я заказала. И когда папа будет ездить в город, их заберет. Сайт, где я обычно всегда заказываю всякие продуктики. Это не реклама, поэтому название я его говорить не буду. Я тут заказала всякие картинки, где нужно по номерам раскрашивать расческу. Там всякие ящички, пилочки, чай-мача, маски, топики, комплект из филс, журнал, крем для тела, все, что нужно для милки, всякие подставочки на дачу, крем для похудения, тканевые маски. В общем, очень-очень много одежды для новых фотографий. Также чуть позже придет комплект для маникюра. Вот еще длинная офигенная футболка. Очень-очень много всего я заказала. И в моем инстаграме будет полноценный обзор, поэтому если вы до сих пор не подписывались, никнейм вы видите сейчас на своих экранах, обязательно подпишись, и я покажу вам там все покупки. И вообще в моем инстаграме никогда не бывает скучно. Там очень много крутых, просто суперских фотографий. Вещи я уже почти собрала. Взяла с собой настольные игры, инстекс, одежду. Сейчас покажу вам, что у нас находится в прихожей вообще. Вот такие вот у нас тут сборы. Огромное количество сумок, пакетов, одеял, подушек. И мы вообще сомневаемся, что это все у нас поместится в машину. В общем, сборы идут полным ходом. Меня уже все начинают торопить. Я думаю, что краситься я сегодня не буду. Вам придется наблюдать за вот этим чудесным личиком с синяками под глазами. Время 10 утра, и буквально через 15 минут мы уезжаем. Вещи я уже собрала. Осталось лишь только досушить мои волосы, помочь родителям собрать продукты, чтобы они не протухли, пока мы будем на даче. И некоторые нам нужно взять с собой, потом мы еще заедем за продуктами. И вообще, я думаю, сниму для вас по каждому фрагментику и вставлю какую-нибудь веселую музыку, чтобы у вас было хорошее настроение. Мы едем на дачу. Поехали! Папа унес все вещи в машину. Я уже оделась, обулась, свои новенькие найки беленькие. Полинка стоит с моим компьютером, тоже замученная. Полина перед каждым путешествием вечно замученная. Вспомни поездку в Дубае. И мама ходит там, до конца собирает вещи. Милка за ней бродит, потому что знает, что если мама не вспомнит, то никто ее не возьмет. Так что мы выходим и увидимся в машине. Мы надели с Полиной маски. Полина ее перевернула, хотя у нас одинаковые. На них написано «Иду за хлебом». Вот такие вот мы красотки. У нас просто гора вещей. Я могу считаться героем, что решила это все подснять. Мама в респираторе. Милка не понимает, что происходит. Я говорю через маску «Тендерлибай». Я не знаю, как ты так вообще выживаешь в таких масках. Вот и Полька. Выходим. Я вышла на улицу. Это значит, что уже можно хотя бы на время снять маску. Сейчас покажу вам нашу машину и, собственно говоря, багажник, где куча вещей. Мы складываем вещи. Посмотрите, просто полный багажник. Взгляните на это. Я вообще в шоке. Погода просто офигенная. Мне в топике и в моей кофте совсем не холодно. Милка, как там твое настроение? Собака готова путешествовать. Отправляемся. Дорогие мои, мы уже уехали достаточно далеко. Сейчас я стою около продуктового магазина. Дышу свежим воздухом. Уже хочу поскорее на дачу. Просто не представляете. Милка села ко мне на коленки и пришла в гости. Решила побегать по всей машине. Теперь просится к Полине. Мы уже подъезжаем к нашему дому. Такой вот чудесный поселок. Очень много новых офигенных домов. Можете вместе со мной понаблюдать. Милка все-таки выбрала лежать у Полинки на коленях. Ну что же, мы приехали. Уже вышли из машины. Я хочу заранее вас предупредить. И говорила вначале, что участок у нас еще не достроен. То есть дом почти что готов внутри. Мы его еще будем красить снаружи, чтобы он был совершенно другого цвета. У нас еще даже нет забора, поэтому ничего красивого. В принципе, такого офигенного. Снаружи вы не сможете увидеть, но я вам все равно покажу. Буду, естественно, снимать много влогов. И показывать вам, как все строится. Держать вас в курсе. И вообще, я уверена, что сам по себе наш домик вам очень понравится. На улице безумно солнечно. Мне очень жарко. И сейчас я вам покажу всю вот эту красоту. Вот такая вот красота. Офигенная погода. И наш дом! Вот так вот он выглядит. Просто офигенный, большой. Пока что он не перекрашен. И изначально такого беленького цвета. Двухэтажный. Очень красивый. Тут стоит наша машина с огромным количеством вещей. И я так рада, потому что мы наконец-то переезжаем. Вот такая вот красота. Просто офигенский дом. Совсем скоро вы увидите, что внутри. Милка не понимает, что происходит. Милка, ты куда приехала? Куда Милка приехала? Ура! Вот обратная сторона нашего дома. Все, что нужно для строительства. Стремянки. Тут лестница на второй этаж. Подстилка для того, чтобы Милка делала свои дела. Папа уже заносит все вещи. Милка не понимает вообще, где она, что она. Милка знакомится, бегает, виляет хвостиком. Вот такая вот офигенская. В нежно-голубом цвете. Пока что с не очень красивым видом из окна. Но со временем все будет все лучше и лучше. Новый телевизор. Раковина. Продукты, которые мы купили. Всякие ящички. Вот такая вот красотень. Кухонный стол. Еще один стол, который находится в зале. Вот такие вот кресла. Налоги. Плита очень красивого, нежного оттенка. Все, уже начинаем постепенно раскладывать. И мы сейчас с Полинкой пойдем разбирать вещи. Внимание, дорогие мои. Мы сейчас находимся в нашей комнате на втором этаже. Рядом с нами ходит Милка. Я уже сняла эту кофту, потому что на даче безумно жарко в доме. Нужно срочно чем-то охладиться. Покажем мы вам комнату чуть попозже. Когда приберемся, все протрем, разложим вещи по полочкам. И все вам покажем обязательно. Да, потому что пока что ничего не понятно. Я вам показала только первый этаж. И то ни полностью, ни туалет, ни ванну, ни веранду. Ничего не показала. И скорее всего разделю этот влог на две части. Покажу вам только все самое красивое, самое крутое. Чтобы вам было все интереснее и интереснее. И основную информацию буду выкладывать в свой телеграм-канал. Аракелян Детка. Если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм, то ссылку я оставлю ниже в описании. Милку уже нужно выпускать. Комнату мы вам покажем, повторяюсь попозже. Сейчас мы разбираем вещи, обедаем. Возможно, я и это для вас подсниму. И настроение у меня просто потрясное. А у тебя, Пулька? У меня тоже. Я сейчас буду переодеваться в пижамку, которую я оставила специально для дачи. Вот так вот выглядит вид со второго этажа. Перила, лестница. Все вот так красиво. Полинка там кричит. Тут, видите, еще очень много коробок. Тут у нас как, я не знаю, как прачечное, наверное. Все для хлама. Много подушек, одеял. Всего-всего-всего-всего-всего. В общем, тут все такое для того, чтобы гладить, стирать и прочее. Тут у нас будет второй туалет. Как видите, раковину еще не поставили. Туалет просто офигенский. В двух крутецких оттенках. Милка тут все нюхает. Знакомится с каждым уголком нашего дома. Вот такая вот душевая у нас огромная. Тут будет стоять унитаз. Как видите, его привезли, но еще не установили. Вот такой вот офигенский вид из нашего дома. Показываю дальше. Тут кабинет. Этот кабинет давным-давно закончен. Это пока что самая офигенская и крутая комната у нас на даче. Начнем с телевизора. Такие вот полочки. Офигенные кресла. Диван. Тут я буду делать все, что мне нужно. Заполнять ежедневники. Оформлять в Эрк Дэс Джонал. Например, да. Офигенная картина. Часы. Вот такой вот потайник для алкогольных напитков, если я не ошибаюсь. Вот таким вот образом этот глобус открывается. И сюда можно спрятать все, что угодно. Сразу и не скажешь. Мусорное ведро. И вообще вот так со стороны выглядит этот огромный кабинет. Следующая комната. Если я не ошибаюсь, то это спальня наших родителей. Спальня просто царская. Посмотрите. Все настолько красиво, аккуратно, в бежевых, золотистых оттенках. Как будто я к королю какому-то в гости приехала. Вот такая вот огромная двуспальная кровать. Мамины тапочки. Я вот такая вот красотка, похудевшая на 4 килограмма в топике. Стою и уже не особо стесняюсь своей фигуры. Все настолько красиво, офигенно. Мне так все нравится. Естественно, я буду держать вас в курсе и постепенно рассказывать, что в ремонте у нас новенького. Что не новенького. Потому что на первом этаже почти что все закончено. Осталось только закончить гостевую комнату, которую вы, я уверена, не заметили. Для гостей. То есть там и туалет, и спальня, и большой телевизор. Также нам завезут огромный-преогромный настенный шкаф. Для того, чтобы мы вешали туда все наши куртки. Это как будет небольшая гардеробная. Гардеробная у нас тоже есть на первом этаже. И туалет есть на первом этаже. Это все я вам покажу в своем инстаграме. Если вам интересно за всем этим наблюдать, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Там очень круто, весело. И в основном то, что я не выкладываю вообще ни в какие социальные сети, заливаю в телеграм. Ссылка тоже есть в описании. Там очень много интересного. Я очень часто там разыгрываю по 50, по 20, по 100 тысяч рублей. Поэтому участвуйте. А я пойду разбирать вещи и совсем скоро вы увидите нашу с Полиной комнату. Не, ну спальня родителей, конечно, просто царская. Совсем забыла показать. Вот так выглядит вообще весь второй этаж. То есть тупо двери, столик, картина. Вот такая вот красотень. Куда бы вас засунуть-то, ребятки? Мы потихоньку начинаем разбирать наши вещи в комнате. Вы сможете сейчас увидеть Полинин ящичек. Инстекс, потому что сейчас Полина меня сфотографирует. У меня дома есть пробковая доска, я еще хочу купить сюда, чтобы прикреплять все фотографии, все, что для меня дорого, памятно. Поэтому прямо сейчас вы будете свидетелями того момента, когда Полина меня сфотографирует. Давай, Колька. Запомнила, на какую кнопку нажимать? Ага. Давай. Вот так, Клоун. Не зря я взяла с собой Инстекс. Просто офигенно. Его можно выключить. Положу я его на свою полочку. Как проявится фотография, я вам ее покажу. Демонстрирую вам свою огромную сумку. Откуда я буду разбирать сейчас все вещи. Все, что для туалета. Поэтому часа два. Я точно на связь выходить не буду. Сейчас мы будем постепенно разбирать вещи. Полина сделала странную фотографию. Она уже начала проявляться. Тупо я не знаю, на кого я тут похожа. Очень странная. Смотри. В общем, мы разбираем вещи и вернемся к вам. Прошел примерно час. Мама копышится на кухне. Как видите, мы тут все разбираем. Вот такая вот красота. Я переоделась. На мне вот такой вот красивый новогодний свитер, который очень мягкий, теплый и уже дачный. Выложила новую фотографию к себе в инстаграм. Вот такая вот красота получилась. К сожалению, не запечатлила, как мы делали эту фотографию в машине. Кстати, вот до и вот после. Видите, как круто получилось. Я обожаю обрабатывать фотографии. Сейчас я решила перекусить. Возьму хлебец и паштет. Получится очень сытно, вкусно и, возможно, попью водички. За день я должна выпить 2,5 литра воды. Чуть позже мы, возможно, пойдем гулять. Кстати, к нам приехали рабочие, которые на втором этаже будут доделывать унитаз, который я вам показывала, сейчас уже не стоит, и раковину. К вечеру второй туалет, я думаю, уже доделают. Вот такие вот хлебцы и вот паштет. На улице уже немного начинает темнеть, точнее, не так солнечно, как было, и вы уже спокойно сможете разглядеть кухню, пока не убранную. Ребят, посмотрите, мне мама налила зеленый чай в пивной кружке, потому что сейчас у нас нет кружек, и это выглядит очень странно. Вот, я уже доедаю хлебец. Все круто, Милка попрошайничает, как обычно хочет кушать. Полина на меня обидела сегодня, ни на что не реагирует, видите? Так и живем. Так, я вас немного поправлю, и мы, наверное, сейчас с вами переместимся. Папа там кричит, разговаривает со строителями. Я уже где-то полтора часа сижу и играю в Sims. Все вы прекрасно знаете, что я в данный момент подсела на эту игру. Просто знайте, что сейчас где-то еще полчаса я буду в нее играть, хочу построить новый дом. Вот, и мама тут веселится. Настало время вам показать нашу с Полиной комнату. Это входная дверь. Это Полинка в пижамке бегает. Тут Милка хочет выйти, потому что она все время нашей уборки была с нами. Поэтому она убегает благополучненько. Мне эти собаки нравятся убираться. Начнем, пожалуй, с... С того, что я потеряла тапок. Нет, с тумбочки, которая стоит у двери. Вот это моя тумбочка. Внутри нее пока что ничего не лежит, кроме влажных салфеток. И все, что на тумбочке, я хочу положить в туалет. На втором этаже. Там сейчас работают строители, ставят раковину, унитаз. Поэтому я не буду их беспокоить. Пока что все лежит тут. Это наша с Полиной большая кровать. Я вам показывала вот эту фотографию в своем телеграме. Это была зарисовка нашего дизайнера. Поэтому она нарисовала раздельные кровати. Но мы выбрали одну двуспальную. Поэтому с Полькой будем спать вместе. Вот такая вот красота. Полинка обнимает акулу. И тут ее тумбочка. То есть выглядит это вот таким вот образом. Это моя тумбочка, это Каринина. У Карины, как всегда, сосрачим. У меня не сосрачим, у меня все красиво. Вот это наш райский уголок. Теперь переходим чуть-чуть в другую сторону. Это мои две полочки. Тут лежат настольные игры, пазлы, слаймы, таблетки, картриджи, инстакс. Это красивейшее окно. Сразу же с офигенным видом. И около окна вы можете заметить обыкновенный стол, где лежат наши с Полиной телефоны. Под этим столом настольные игры, в которые мы будем играть. Два наших любимых кресла. Полинина полочка. Обзор сейчас сделаю. Короче, здесь лежит легкий пластилин. Это хрень. Это чтобы дискотеку устраивать. Это светильники. Это мои маркеры. Это скетчбук. Это косметика. Это гель для губ. Это маски. Красота, в общем. Ну и последнее. Это наш огромный шкаф. Около шкафа, прежде чем я к нему приступлю, покажу весы. Вот такие вот красивые тут стоят. Ну и тут наша с Полиной одежда. Тут полькины всякие футболки, штаны. Тут мое. Все висит пока что сраченник. Это наш общий раздел, то есть это не ее такое большое ня-ня-ня. Да, и внизу находится наше нижнее белье, пижамки. Все вот это такое вот красивое. Встану в угол и покажу вам со стороны, чтобы вы понимали, как вообще выглядит комната. Вот так вот. Комната просто офигенная. И мне она безумно нравится. Показав вам комнату, хочу услышать ваше мнение в комментариях, как она вам. Чуть попозже покажу, как строители доделали туалеты. И, в принципе, практически все в доме доделано. Осталось сделать генеральную уборку, дождаться огромный шкаф, который будет у входа, настроить все телевизоры и прочее, прочее, прочее. Еще я поняла, что я начала заболевать. Мне очень плохо. Но нет, это не коронавирус, по крайней мере, я надеюсь. В общем, просто слабость. Никаких симптомов нет, так что не волнуйтесь, просто я очень устала, утомилась. И сейчас просто буду валяться на нашей с полькой кровати. Она очень мягкая и очень удобная. Уборка идет полным ходом, я в тапочках, в шортиках. Взяла с собой зарядку для камеры, потому что она садится. Тут сильнейшее эхо. Мама включила музыку, и мы идем вытирать пыль. Вот такая вот красотень. Мама. Гостевая комната. Покажу вам ее мельком, потому что, ну, тут огромное количество коробок. Вот тут вот зеркальце. Я вот такая вот секси-дрекси, похудевшая, кстати. Вот. И огромный красивый диван. Завешены окна. Шторы. Телевизор. И вот тут вот потайная комната. Как вы думаете, что в ней будет находиться? Пишите ваши догадки в комментариях, потому что все эти коробки исчезнут со временем. Показала гостевую комнату, и теперь быстренько продемонстрирую вам неокрашенную стену, где у нас будет тот самый огромный шкаф, о котором я говорила. Скоро его привезут на стенный. На месте всей этой стены будет огромный шкаф, где будет куча вещей, перчатки, куртки и так далее. Такая вот красота. А вот туалет на первом этаже. Вот такой вот он красивый. Раковина, унитаз, душевая. И тут котельная. То есть тут все, где можно регулировать температуру воды, свет, выключить воду, включить воду. Вот и все. А я пойду пить чай. Мама попросила меня помыть посуду. Я этим занималась буквально полчаса. Просто перемыть нашу новую посуду, потому что она вся новая. У нас играет музыка. Как только уйдут строители, мы будем готовить ужин. Очень вкусный, крутой ужин. И сейчас родители еще раз поедут за продуктами. Дождик уже закончился. Я не перестаю радоваться тому, что я сейчас нахожусь на даче. Чудесная природа. Вокруг все так красиво, офигенно. Море вдохновения, идей для роликов. Поэтому я думаю, что когда мы уже приготовим ужин, я к вам вернусь. А вот и продуктики приехали под вечер. Дофига пакетов всякой вкуснятины. И мы начинаем готовить ужин. Вот такой вот у нас чудесный ужин. Это куриная грудка с грибочками, картошечка. Очень аппетитно получилось. Целый день ничего не ели, ждали, когда уйдут строители. В общем, вот такая вот красота. Сейчас мы это все положим на стол. И будем кушать. Пожелайте нам приятного аппетита. Полинка уже готовится ко сну. Карина, предупреждай, когда снимать будешь. Выбирает себе масочки, патчи. Я выбрала вот такую вот с кошечкой. И, наверное, Карина покажет, да, то, что получится, когда я нанесу эту маску. Выложишь в свой инстаграм. И прямо сейчас я прикрепляю фотографию. Выложу в свой инстаграм. Да, как ты выглядишь с этой чудесной маской. И сейчас я вам покажу, что в конце концов сегодня в туалете сделали строители. Помните, я вам утром показывала, что там происходило? Сейчас я вам продемонстрирую. Вот такая вот раковина красивая. Появился унитаз. Валяются шмотки. В общем, все очень красиво. Я хожу все в этом же новогоднем свитере. Вот такой вот офигенский шкафчик, который мы открываем. Тут Полина понаставила кремов. Я понаставила кремов, всяких тоников. Тут мы открываем, видим тканевые масочки. Всякую красоту, которая нам нужна будет и пригодится за то время, что мы будем на даче тут отдыхать. Кстати, больше интересных видео и всего, что я вам буду показывать, вы сможете увидеть у меня в инстаграме. Ник вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Есть вот эта чудесная душевая, пока что без шторки. Ну и вот так вот выглядит все это дело. Я сейчас пойду в душ, и мы уже будем готовиться ко сну. Я уже готова принять душ. Залила много сториз к себе в инстаграм. Спросила у зрителей, какую я щетку выбрала. Многие начали голосовать за вторую. И вы были правы. Я выбрала вот эту голубенькую щеточку. Самую красивую, по моему мнению. Включила душ и иду мыться. Субтитры сделал DimaTorzok Прошло 15 минут. Я могу снять масочку и сказать вам большое спасибо за просмотр этого видео. Как бы мне не хотелось прямо сейчас с вами прощаться, но я уже ложусь спать и очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Ждите еще очень много влогов с дачи и пишите ваши идеи в комментариях, какое видео с дачи вы хотите увидеть еще на моем канале. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Ну а с вами была Карина. Я вас очень сильно всех люблю. Надеюсь, мне удалось передать вам ту самую атмосферу, чтобы вам тоже захотелось уехать куда-то за город. А если вы и живете за городом, то пишите ниже в комментариях, где. Мне тоже будет очень интересно прочитать. Делитесь вашими фотографиями уюта, без разницы какого уюта, где вы лежите с тепленьким чаем, с пледиком, смотрите фильм. Или вы в загородном доме, или идет дождь. Всю атмосферу вы можете постить в сториз и отмечать меня. Ник вы сейчас видите на своих экранах, подписывайтесь на мой инстаграм. Я там очень активно и постоянно выпускаю сториз больше, чем у Бузовой. Я вас очень люблю. С вами была Карина. Я ложусь спать. До скорых встреч. Ждите скоро еще много крутых видео на моем канале. Если ты не подписан, вступай в семью Аркелянчиков. Тут очень весело. С вами была Карина. Всем пока-пока. До скорых встреч.